Нас очень часто уверяют, что нужно со стрессом как-то совладать и что-то с ним сделать. Вообще говоря, стресс — это реакция, направленная на приспособление нашего организма к каким-то изменениям в среде. И стресс возникает тогда, когда эти изменения непривычны для нас, когда у нашего организма нет готовой программы действия, когда мы сталкиваемся с чем-то новым совершенно. И вот тогда, независимо от того, что действует на нас, какие-то физические факторы впервые или какие-то психологические, первый раз на эстраде, известный рассказ Андроникова, вот тогда и возникает стрессорная реакция. И она сопровождается очень часто массой положительных эмоций, собственно, за этим мы ходим в театр, за этим мы катаемся с американских горок, потому что стресс добавляет в нашу жизнь эйфории подчас. Но иногда действительно со стрессом нужно, стресс оказывает разрушительное воздействие на наш организм, а именно когда стресс становится неконтролируемым. То есть неконтролируемым, точнее, будем говорить, не стресс, не стресс как реакция, а стрессорное воздействие. Такое, которое мы не можем его избежать, мы не можем избавиться от него, мы не можем справиться, приспособиться к нему, как, например, к боли. И самое главное, что мы не можем предсказать появление этого стимула, вызывающего стресс. И вот в этих случаях, особенно когда это регулярно повторяется, эта ситуация, вот тогда стресс и приводит к разрушению нашего здоровья, к изменениям, трагическим изменениям подчас в нашем поведении. И нужно сказать, что здесь первооткрывателем этого явления являлась наша соотечественница, сотрудница Ивана Петровича Павлова. В двадцать четвертом году была опубликована работа Натальи Шенгер-Крестовниковой, которая вот обнаружила впервые этот феномен. Очень интересно. Она предлагала собаке решать простую задачу на дифференцировку условных рефлексов. Когда появляется круг, значит, не надо ничего делать, а когда появляется овал, то нужно нажать лапкой на педаль, и тогда собака получит кусочек мяса. И все было хорошо, когда овал был достаточно вытянутым, то есть соотношение осей было один к двум примерно. А потом она стала постепенно приближать овал по форме к кругу, то есть приближать соотношение осей к единице. И вот когда большая и малая оси эллипса достигли соотношения восемь к девяти, то есть это уже очень трудно было отличить и человеку, когда очень трудно отличить круг от овала. Вот собака перестала это различать, и две недели она пыталась, значит, вот все-таки понять, когда же, значит, ей дают кусочек мяса, а нет. И через две недели у нее произошло то, что мы можем, несколько вульгаризируя, назвать нервным срывом. Собака стала беспокоиться, собака стала постоянно рваться из станка. Более того, у нее пропало вот этот выработанный уже навык, который она раньше умела хорошо отличать, вытянутая эллипс от круга, она перестала это делать. И более того, у нее исчезли все те рефлексы, которые у нее вырабатывали раньше. А раньше с собаками работали очень подолгу, по нескольку, но всю их собачью жизнь. И они за много лет научались, значит, массу вещей. Оказалось, что все вот эти рефлексы условные, выработанные у этой собаки, пропали. И вот это очень интересно, потому что собака ведь здесь не испытывала никаких физических страданий. На собаку не действовала ни боль, ни голод, потому что собаку всегда кормят вечером в деваре, независимо от того, насколько успешно она работала в эксперименте. То есть действовал единственный вот такой психологический фактор непредсказуемости. Собака не могла уловить связь между собственным поведением и событиями внешнего мира, когда появляется вот это самое подкрепление. И вот этот неконтролируемый стресс в настоящее время интенсивно исследуется, потому что, когда ученые вышли за стены своих лабораторий, они так вот, оглядевшись вокруг, обнаружили, что мы, люди, мы постоянно сами подвергаемся неконтролируемому стрессу и подвергаем этому других. И это происходит на всех, значит, совершенно уровнях. В школе, когда очень часто учитель вызывает ученика, которому он не симпатизирует, задает ему вопрос, к которому тот явно не готов, и тут же ставит двойку. Он создает неконтролируемую, непредсказуемую ситуацию. У ребенка вырабатывается состояние подобное депрессии. Вот у животных это состояние называется выученная беспомощность и считается, что это модель депрессии человека, эндогенной депрессии человека. То есть учитель подавляет вот двигательную активность ученика. Самое главное, что при этом подавляется волевые импульсы человека в состоянии выученной беспомощности в результате неконтролируемого стресса. И человек становится гораздо более управляемым. Поэтому не только у учителя мы можем привести массу, увидеть точнее, увидеть массу примеров, когда такое вот неконтролируемое состояние вырабатывается государством, у, значит, больших групп населения. Например, у Свитония античного историка в жизни 12-ти Цезаря мы читаем, что император Гай Каллигула долго не объявлял правила налогообложения. И когда все-таки по многочисленным просьбам он опубликовал все-таки закон о налогах, но он написал его так мелко и так высоко на стене, тогда законы писались на стену, что никто не мог прочесть. Таким образом, все население Римской империи оказалось в состоянии неконтролируемого стресса, потому что за налоги надо платить. За неуплату налогов, естественно, следует наказание. Но как их платить, никто не знал. И вот мы эти примеры, конечно, можем умножить и не только, как я подчеркиваю, не только вот на уровне государства или там взаимодействия каких-то вот там школьного учителя. К сожалению, очень часто неконтролируемую ситуацию создают родители своим детям ситуации гиперконтроля, когда родитель все пытается сделать за ребенка. И можно, конечно, понять родителя, потому что, конечно же, взрослый человек, он лучше знает жизнь и все, что он не сделает, он сделает быстрее, точнее, с меньшим количеством ошибок, чем ребенок. Вот, но когда родитель постоянно, даже она, мать, убирает в комнате у своего ребенка, это тем самым она уменьшает возможность контролировать ситуацию вот молодым человеком, подросткам. И отсюда проистекает как раз вот многие неадекватные формы поведения детей. В общем, мы удивляемся иногда, когда вполне вроде бы благополучная семья со стабильным доходом, родители не пьются, не наркоманы, а ребенок оказывается в милиции вследствие совершения каких-то поступков или даже преступлений. Зачем он это делает? Потому что, а вот для того, чтобы субъективизировать контроль ситуации, ребенок бы и, может быть, и сам бы рад дружить с хорошими мальчиками и девочками, с плохими не дружить, не пить, не курить, заниматься спортом, учиться очень хорошо, там посещать кружки. Но он этого не делает, потому что это будет решение родителей. То есть это будет контроль ситуации со стороны их. И он, субъективизируя контроль ситуации, вот занимается всякими безобразиями. Родители явно не одобрят, если он будет прыгать по крышам. Поэтому он пойдет это и будет делать. И поскольку неконтролируемый стресс, состояние вырабатываемое в средстве него, выученная беспомощность, вот имеют такое колоссальное практическое значение, все это интенсивно исследуется в лаборатории, в исследованиях на животных, на экспериментальных животных. Вот, конечно, теперь-то не поступают, как делала в свое время Шенгель-Крестовникова, потому что это очень трудоемко, две недели с одной собакой. Например, так вырабатывают это у животных. Одна крыса сидит в клетке, в которой поилка, обычная поилка, нажал на клавишу и течет, капает вода. Эта поилка соединена с поилкой в соседней клетке, вот, где педаль фальшивая. То есть крыса сколько не жмет на нее, вода не появится. Вода в ней появится только тогда, когда нажмет на педаль крыса в соседней клетке. Таким образом, крыса в клетке с фальшивой педалью оказывается в неконтролируемой ситуации. Она не представляет, когда у нее появится вода. И спустя всего лишь неделю после такой процедуры у крыс разворачивается выученная беспомощность, которая характеризуется, во-первых, дефицитом поведенческим. Животное ничему не обучается, у него происходит нарушение памяти, оно становится апатичным, менее подвижным. И кроме того, у животного происходят самые разнообразные физиологические изменения, которые, в общем-то, соответствуют картине депрессии человека. У животного развивается, например, цинга. Есть такое заблуждение, что, чтобы превратить цингу, достаточно есть витамин С в избытке. Однако, цинга вызывается не столько дефицитом витамина С, сколько нарушением его обмена в организме. И вот этот самый обмен, он и нарушается. При выученной беспомощности, при депрессии зубы начинают выпадать. Вот у этих крыс начинается цинга, у них увеличивается изъявление слизистой желудочно-кишечного тракта, у них происходит масса изменений в сердечной деятельности. И вот, используя эту модель, и проводятся интенсивные исследования. Исследования проводятся, с одной стороны, чтобы выяснить механизмы, что именно нарушается в центральной нервной системе, что является причиной изменений вот этих. И второе, естественно, практическое, как можно эти изменения предотвратить. И вот здесь можно предсказать, можно сказать, что наибольший, пожалуй, интерес, ну, то есть много, много чего представляет интерес. Лично для меня наибольший интерес представляет выяснение роли прогестерона в его стресс-протективное возможное действие. Потому что то, что этот гормон, он давно и хорошо известен, из его названия следует его функция, он защищает беременность. Но этот гормон продуцируется в значительных количествах и в организме всех мужских особей тоже. И вот его физиологическая роль у мужчин, не только у мужчин, я говорю, у мужских особей всех видов, в том числе и лабораторных животных, вот она заслуживает самого пристального внимания. По всей вероятности, он играет значительную роль в механизмах, защищающих нашу центральную нервную систему от пагубного влияния неконтролируемого стресса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова